здравствуйте друзья мы с вами на канале голос силиконовой долины беседуем с гостями из россии такой протокольный визит они путешествуют гуляют ну вот представляйтесь меня зовут александр я приехал из россии город архангельск и с вами девушка моя девушка ульяна 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 слушайте какие имена стали людям давать в наше время не было были маши дашь лены у нас лена была я учился в институте нас было 20 девочек 7 лет это вот так и и меня зовут евгений я родился в архангельск я сейчас живу в санкт-петербурге я владелец предприниматель лет с небольшой веб-студии вот а что вы делаете веб-студии ну начинал я делать ну как и все начинающие я делал все то есть сайты под ключ это и дизайн и верстка и система управления интеграция вот и продвижение сейчас чего сейчас хочется перейти на уровень поэтому есть команда специалисты да то есть профессиональный дизайнер верстальщик вот то есть команда помощников которые помогают делать проекты уже но более другого а заказчик как бы местные вас российские заказчики да это петербург в основном есть московские заказчики вот западных сожжение пока нет но хотелось бы очень конечно навести мосты очень ради у вас там финляндия но были некоторые проекты рассчитаны на скандинавию но вот слушать а лучше вот в питере вы живете там можно границу так легко пересекать с финляндией или как-то слуда да это не имея визу это без проблем допустим я виза какая нужна это виза финляндии шенгенская но она получается по паспорту просто насколько то есть несложно так если ты хочешь ездить то пожалуйста я живу недалеко от финского визового центра в центре петербурга и принципе за 40 минут можно все сделать подай документ а вот такой вопрос и вот попали в финляндию а в шенгенской зоне то есть вы из финляндии можете размахнуть куда угодно моя сестра поехала в париж через финляндию у нее вышло очень дешево а сразу в париж нельзя сначала когда велико если хочешь сэкономить то ну просто из финляндии есть есть район эйр это дистанции скиси джон привела его очень 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 скромно они даже без автобуса подъезжают я так понимаю там такие выстраивают дорожки к самолету да это надо знать что есть такие потому что вот так когда смотришь билеты так и не не видишь а там же на местности уже за 10 евро можно купить билет то есть вы же как бы такие североевропейцы можно сказать ну да девушки там в петрозаводске архангельске я извиняюсь все север архангельск вот девушки в архангельске наряжаются то есть выпендриваются или так просто наряжаются с молодыми людьми так как обстановка вот нет такого я слышал часто что много пьяных да да есть такое да вообще молодые люди вот мы в нью-йорке были там вообще гораздо лучше конечно с молодыми людьми чем в архангельске симпатичнее да вот мы пришли в клуб то есть если мы заходим в наш да да то ну все как допустим такие относительно невысокие какие-то там не знаю как то не так люди выглядят здесь мы зашли все вот здесь любили да да здесь принято качаться но правда есть очень много таких совершенно бесформенных таких ходят особенно знаете в школе когда они еще учатся еще молоденькие как накушаются а потом уже когда немножко соображать начинают начинают качаться они поздно соображать начинают а вот глазами девушки такой северный вот когда ходить там по америке там здесь у нас все таки разнообразие больше да то есть вот и и латинос какие ты там афроамериканцы и какие-то еще может быть странные там вот такие неприбы непонятные вы смотрели такой сериал из стартрек ну чуть-чуть звездные войны то я вот когда в америку первый раз попал у меня было ощущение что я вас куда-то вот этот сериал угодил потому что такие все ну вот таких и не бывает с острыми ушами ну да да с острыми ушами вот вы как вот это разнообразие она шокирует или прикольно или вообще как вот но вот есть допустим такое вот допустим какой-то там латино такой красивый парень вот и рядом есть такое у меня просто некоторое время заняло кого только приехали я подачал как-то побаивался какие-то не наши такой вопрос ребят вот вы первый раз в америке вы так гуляете по нью-йорку погуляли сколько вы там были 6 дней погуляли по нью-йорку потом на самолете перелетели сюда давно здесь четвертый день вы в сан-франциско или где вы ну вот мы здесь в каменеин буквально тут вполне от вас сказали что вы от нас чтоб дискаунт дали в дне но сказали бы вы портного компьютерского дискаунт какой ну скидочку не знаю какой то там скидывают скидывают хорошо такой вопрос что-то такое было вот чего вы ну как вы круто а то есть вот вы смотрели наши наш канал наверное еще какие-то источники вы так интересовались и только попали уже живьем и будете ах вот оказывается там а мы и не знали вот было что такое задумали не знаю я могу сказать что он мне не понравилось давайте вот перелет из нью-йорка в сан-франциско мне не понравилось то что когда идет досмотр надо босиком ходить по холодному полу то есть в россии нету такого россии как босиком и в носков почти все стоят босиком вот немножко как бы странно так я не знаю может быть это не во всех авиакомпаниях у нас после 11 сентября народ радостно стоит босиком понимаешь что лучше постоять босиком чем у кого-то в подметке что-то будет дело в том что вставка там всякой дряни в подметку это как бы техника определенная поэтому в россии то выдают бахилы просто можно на ноги да и прикольно но бахила кстати я видел после после ворот но на самом деле да это удивило вот то что safety first вы видите у вас на этом холодно а здесь я не знаю я часто летаю и по-моему там все таки не каменный же пол там же это же ковролин этот нет там в нью-йорке до нью-йорке а у нас есть я я не помню чтобы я стоял именно на каменном вот в европе мы сейчас вот в амстердаме я помню я стоял там при 0 умный был пол и я тоже так особо внимание прицел был теплый но у нас ковровое покрытие это вот здесь в аэропорту да но там ну да но это хорошо а так вот может быть что-то какие-то контрасты могут идти бедные бомжи и там что еще на вас произвела кстати бомжи цивилизованно выглядят достаточно правда расскажите интересно но не все конечно но где мы видели женщину здесь по моему да она вот переходила улицу я катила куда тележку и у нее не было такого на лице отпечатка как будто она пила всю свою жизнь знаете что я когда только приехал и у меня первая подработка была в магазине кожаных курток сан-франциско там по субботам стоял вышибал и значит начиналось с того что я приходил хозяин приходил он открывал дверь и я должен был пропылесосить маленький магазин а он в это время заходил в соседнюю дверь и брал там кафешка крохотная и он там брал три кофе и три булочки значит один кофе с булочкой себе 2 кофе с булочкой мне и 3 кофе с булочкой он давал бездомному который сидел вот там же он кого местные на квартале это у него своя территория вот он ему тут сидела так принимал с благодарностью но с достоинством то есть вот так кивал мол спасибо иногда я помню они сан-франциско знаете какой наряд приезжает когда люди жалуются и там было неким понючим чем бывает прямо невозможно брать его и вот они подъезжают на ряд сгребают эту тетку вежливо значит отвозит помоет и потом обратно поставит возвращает на место потом но если что я могу сказать каким-то невероятным образом через день она точно также пахнет снова то есть они умудряются за день как-то вот это произведение чем это объяснить одежда может или они тоже стирают вроде стирают и не за как-то их пытаются привести в чувство какое-то нет мне не что понравилось чем в долине да то есть есть конечно контраст у нас в россии наверно нету такого то есть здесь в принципе по сути как сельская местность да ну конечно силу да то есть то есть это такая группа группа небольших небольших таких населенных пунктов поселочек городского типа можно сказать но все ухоженно все очень красиво мы заезжали мы сбивались пути мы заезжали вот небольшие род да они они заканчиваются домиками и в принципе даже где-то вот на окраине как говорится на шибе да все равно красивые домики красивые клумбы все очень ухоженно все красиво очень приятно здесь арендовать машину ехать по этим улочкам мы вчера были на побережье мы вчера заезжали на фермы мы его пили фрукты там же помыли поедет где будет вот пряга на пряже сборного лица мы были севернее мы после стэнфорда по и приехали в менло парк да по ней искали офис я не помню уже мы приехали в менло парк и искали офис фейсбук вот потому что до этого у стэнфорда мы поставили точку навигаторе приехали там были китайские две девушки то есть видимо студентки мы едем на машине паркуемся и они идут и я спрашиваю у них вы не знаете ли офис фейсбук они мы тоже ищем и вот они тоже там с навигатором и с картой у этого здания я знаете что обнаружил люди приезжают ну откуда-то из других мест ну из американских и они у них такой бегунок значит они должны оббежать значит google apple facebook и у них карты и там нанесено я помню мы как-то снимали репортаж у google и мне там китаец говорит вот тут еще недалеко фейсбук вот туда иди значит и они так вот интересно а мы были кстати мы как вам фейсбук заехали там вот этот лайк стоит у въезда нигде не написано фейсбук поехали стали ездить по парковке вокруг здания ездить думали где-то надпись может и к нам в итоге подъехал security security сказал что мы остановились я увидел человека который стоит что-то копается в телефоне я подошел к нему спросил это ли офис фейсбука он говорит да это он я спросил там потому что комплекс зданий так вот на кругу он идет очень большая парковка очень красивый автомобиль из видимо там есть какое-то место где для туристов потому что у них там поток туристов туда идет наверно есть место я сам никогда не ходил а я спросил у меня есть ли какие-то для туристов туры что-то вроде этого он сказал что нет потому что да у них там внутренний дворик бэк-ярд и вокруг этого стоят здания и подъехал дан security на машине спросил почему вы тут ездите кругами ребята потому что мы сделали один круг и он говорит я говорю мы все мы уже уезжаем я как-то родил были ребята со второго канала российского телевидения и они хотели снять красоту я его и поехали к офису зирекса и вот так на холмах стоит ксерокс да по-русски вот и мы туда поехали и за нами пристроилась машина этой security вот мы туда они за вами мы туда они за нами потом значит они как вы чего могу из раши они вообще там испугались вот но ну так они просто понаблюдали там мало никто есть так вы начали чтобы к океану попали от медлапарка да мы хотели поехать на океан и выбрали дорогу через горы что-либо там что-то 92 дороге 90 2 а обратно мы ехали уже как раз где-то свернули и попали в парк секвой там стоять до вы уже такими сельскими путями дома фермы проехали очень закупились там фруктами покушать мы зашли в магазин на там где как раз секвой где вот эти раньше стоят и там уже такая женщина возрасте у нее уже индейские до корни но видно что она американская да очень красивые места конечно но очень извилистая дорога вот когда мы возвращались там севернее дорога у меня жена отказалась там ездить я бы поехали там такие виды сейчас кризисом нет нет я не могу вот форт рост мы там есть такое место если вы ездили поселение русской полтора века но жена где я не могу съездили она где на каждом повороте ощущение что мы сейчас свалимся в океан